Добро пожаловать на прохождение игры Alan Wake. С вами по-прежнему Андрей Доцент, и мы продолжаем скитаться по этому, скажем так, безнадёжному месту, где нет нам ни спасения, ни света, кругом лишь тьма. Все гибнут. Ну что, давайте поможем нашему главному герою спасти... его жену. Твою налево. Так, скоты-то не домашние скоты. Вау! Так. Увернуться! Так. Стреляем. Дробовик в помощь. Есть. Готово. Дай-ка угадаю, ты Дэнни? Ммм, это тот, видимо, кто убил того чувака сверху. Ну тогда понятно. Ну, как бы там ни было, он нам кажется сделал выход. Сделал выход. До фермы всё ещё было далеко, мне нужна была машина, чтобы поскорее добраться туда. И вот, собственно, машина. Ну давайте сначала осмотрим, что у нас тут есть. Может, что-нибудь полезное найдём. Есть страница рукописи. Хартман думает о Моте и Уэйке. Пару секунд, Хартман думал, не придушить ли идиота. Мот был подлой душой, но легко поддавался манипуляциям. Эмоционально незрелый, он жаждал одобрения Хартмана. А Уэйк, напротив, был задачкой посложнее. Мот слишком сильно отпустил поводок. Кто знает, что может случиться за два дня. Хартману было необходимо вернуть над ним контроль и как можно было быстрее. Понятно. Ладно, прыгаем в Тачилу. И давайте доберёмся до фермы. Так. Раз Барри не был здесь, значит он был на ферме и, скорее всего, в беде. На миг мне стало стыдно, что я в нём сомневался. В конце концов, я же до сих пор справлялся сам, но Барри это Барри. Так, термос. Значит, надо подобрать. Так. Подобрали. И давайте снова в машину. Отлично. Поехали по дороге. Фонары есть, ударная сила машины есть. Всё есть. Куда нам только теперь ехать-то? Можно, в принципе, заскочить туда наверх и посмотреть, что у нас тут есть. А есть у нас вот что. У нас тут есть, кажется, нычка. Давайте глянем, что там у нас. Так. Где-то тут должен быть, по всей видимости, вход. Да. Там он у нас. А, ну всё понятно, вот же дверь-то, ёлки-палки. Зашли. А вот и нычка. Светошумовую гранату. Ой, хорошо. Вещь очень нужная. И патроны лишними не бывают. Чё ещё там на столе, кажется, батарейки валяются? Другое дело. А наверху? А наверху нифига. Ладно. Выходим. Прыгаем в машину. Можно подняться, посмотреть, что у нас там наверху. Ну, давайте-ка так и сделаем. Глядишь, что-нибудь интересного-то да найдём. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, тут у нас машина. Ещё одна. Имеется. Можно будет в неё сесть. Машина-то вообще-то такое, знаете ли, самое безопасное место в игре. Оно, скажем так, подвижное. В отличие от статичных источников света. Плюс очень мощный, скажем так, сам по себе источник света и ударная сила. Есть машина, есть всё. Ух ты, охотничье ружьё. Так. Ну, давайте тогда его возьмём. Вот это другое дело. Включить. Что ж, все, должно быть, заметили, что всё вообще предчувствие бури наконец-то оправдалось. Это всё нас вещает там. Так, ну нормально, мы хотя бы ствол взяли. Неплохой. Это, я бы сказал, даже лучший вариант. Пока что. В данной игре. Ёлки-маталки. Так. 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 Ну и ты. Сейчас это и у нас изничтожишься. Давай-ка. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Готов. Превосходно. Побежали к машине. Я предлагаю даже на ту сесть. Это, я думаю, будет побыстрее, поманёвреннее. Покрепче. Так. Во, другое дело. Погнали. Ё-моё. Ох, нормально нас таскает. Так, ладно. Разгонимся. О, нормально с ветерком. Ё-моё. Так. Да вы издеваетесь. Так. И как нам теперь быть? Как нам... А-а-а. Вон они. Враги-то. Так. Хорошо. На тебе. Так-так-так-так-так-так-так-так. Понеслась. И давайте его испепелим. Опа-на. Сдохни. И ещё раз. Готов. Он сдох. А вот как теперь быть дальше? А, ну вот так вот проедем. Точно. Один фиг. Тут нету как бы... ...возможности проехать. Если только как-нибудь здесь не заехать. Кстати, вполне возможно. Ну-ка. А-а-а. Ну всё ясно. Мне кажется, мы приехали. Ну тогда идёмте так. Пешим ходом. Чё я скажу? Иначе не может быть. Пешим ходом будем добираться. Чёрт бы тебя побрал! Вы гляньте, он буянин. С ума сошёл. Так. Готов. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Так. Так. Да сдохни ты. Так, и твой черёд. Отлично. Двигаем. Пока ещё кто-нибудь не появился под источник света, восстановим своё здоровье. Вот так вот. Другое дело. 24 пули. Ну, думаю, должно хватить. Так. А нам, видимо, очевидно, надо сюда. Иначе никак. Можно, конечно, в домик попробовать забежать. Только вряд ли мы там что-нибудь интересного найдём. Но всё же. А, нет. Найдём. Нам указывают следы на наличие секрета. Так. Что у нас тут? Давайте глянем. Угу. Патроны. И светошумовая граната. Очень превосходно. Хорошо. Выходим. Двигаемся дальше. Двою налево. Так. Увернулись. Вовремя увернулись. И ещё раз. Так. Бежит на меня. А я вернулся. Так. Готовчик. Раз. Раз. Ну чё ты... Злишься-то. Всё. Зато одной гранатой разжились. Это очень хорошо. Термос. Давайте его заберём. Он нам пригодится. Ёлки-палки. Тут цена какая-то. Хоть я и слышал, что брать, когда ты были рок-звёздами, но всерьёз этого не воспринимал, пока не увидел сцену. Таааак. И что там у нас? Ал, беги, они идут. Их слишком много. Ух ты. Нормально. Проклятие. Да вы гляньте, сколько света здесь. Сейчас время зажигать. Давайте зажгём. Я так рад, мистер Бронсон, что вы решили взяться за дело в одиночку. Заткнись и стреляй. Нормально. Сейчас вообще будет ништяк. Во, и нормальный музон пошёл. Давай-ка. Три фальшфейра. Гранату светошумовую. Так, нам нужно всего лишь-то продержаться. Опа-на. Ещё батарейки. Так. Давай фальшфейра. И гранаткой одной их всех шуганём. Опа-на. Ух ты, нам мощный фонарик. Вот это фонарик у нас какой-то вообще убойный. Так. Неплохо. Граната пошла. Опа-на. Неплохо. А чё у нас здесь только? У нас тут столько всего многого. Помповое дружьё. Револьвер. Патроны для дробовика. Да куда ж столько. Так. Увернулись. Есть. Патроны. Вы гляньте тут сколько всего добра. Ё-моё, да пошёл ты нафиг. Давай. Отлично. Собираем. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Убили. Так, ладно. Надо, короче, как-то грамотно всё это занять. Оборону. На мощный фонарик переключим. Все вон они идут. Фальшферы. Так. Берём фонарик помощнее. Давай, вот, нормально. Нормально. Так. Ещё раз. Фальшферы берём. Светошумовую тоже. Так, что у нас тут? Ещё кидаем. Ну, давайте сначала патронами затараемся как следует. Другое дело. Так. Нормально. Нормально. Давай, жгём их. Понеслась. Раз. Два. Ну, чтоб тебя. Три. Так. Опа-на. Вовремя. Сдохни. Есть. Нормально. Сейчас будем вообще рвать и метать просто. Так. Давай, стреляй. Перезарядим. Есть. Есть. Просто мочилово пошло. И под музыку реально. Прямо не знаю. А-ля Devil May Cry какой ты. Так. Всего забираем. Так. И гранатку вам. Ух ты, как тут осветилось всё. Неплохо. Давай. Где у нас тут? Ствол. И ещё раз. Другое дело. Сносим их. Есть. И ещё одного. Фонарик вообще реально хорош. Ау, прошу. Не дай мне здесь умереть. Хотя, если суждено мне сдохнуть, то именно так я всегда и мечтал. Вот такое мозо. Рок-н-ролл. Да я действительно. Барри, походу, просто кайфует с этим. Значит, и нам надо. Нормально. Нормально вообще идёт раздача им просто. Никакая тьма не страшна, когда такая музыка рядом под боком играет. О, ещё. Я ещё забыл один глянуть. Так. Нормально. Опа. Снова в деле. Так. Ну ж, чё там у нас? Кидаем флэху. Вот так вот. Чё, исчезли? Неплохо. Так. Опа-на. Ждём. Так. Чё у нас там? Музон там реально вообще хорош. Да братья, походу, в своё время изрядно... Ой-ой-ой, нифига себе. Всё осветили. На! Взорвали. Зажгли на всю ночку. Вот это другое дело. Вот это я понимаю. Это было круто. Да чувак. Ты, чёрт возьми, прав. Давайте-ка. 32 пули. Нормально. Возьмём пока этот вариант. Оружие. Батарейки литьевые. Патроны для револьвера у нас на максимуме. Чё-нибудь ещё тут есть? Чем можно полутать, залутать? Ну, фонарик у нас самый мощный какой-то. Прямо я не знаю. Куда я уж ещё мощнее. Охотничье ружьё исправно нам послужило. Но теперь можно и с помповым ружьём побегать. Фонарик, кстати, очень хорош. Вообще прямо. Дальность действия. И сам по себе луч очень мощный бьёт. Да и заряд. Количество. Очень неплохо. Так, куда нам идти-то? Ага, понял. И восстанавливается так более-менее нормально скорость. Послушай, бестселлер, беспокоиться не о чём. Твой манекен лежит цел и невредим там, где я его оставил. Вернусь за ним, когда зачистим местность. Ага. А я-то уж весь извёлся. Нам нужно убрать эту штуковину с дороги. Там вон наверху есть рычаг какой-то. Значит, нам надо как-то сюда попасть. А, ну вон лестница, всё понятно. Так бы сразу и сказали. Переключимся на фальшфейры. Поднимемся и глянем, что у нас тут. Как? Как попасть-то? Опа-на. Неплохо. Так, кажется... Что-то сказать. Мы тебя слушаем, Алл. Да, походу, у Барри... Не то, что... С ума шла. У него вообще, по-моему, чердак снесло окончательно. Ладно. Пока, ё-моё, прикалывается. Так. Всё, заходим. Ой-ёй-ёй. Как жаль. Открыть. Кажется, я понимаю, что ты там делал. Ну, что у нас тут? Хочешь, чтобы я изобразил Барри Уиллера? Ха. Нормально так. Патроны для дробовика. Куда столько... Чё у нас здесь? Ага, опять наука. Так. Термос. С кофе. Давайте посмотрим, что мы здесь можем вообще найти. Так, патроны для охотничьего ружья. Ну, у нас как бы помповое ружьё сейчас при себе. С полным боезапасом. Потом, если вдруг, чё да как, сменим на охотничьей, если где-нибудь нам выпадет оно. Так, ладно. Куда нам идти-то? Наверх нам надо подняться. Давайте поднимемся. Патронов я не знаю, просто в избытке. Тут у нас ничего. Взять страницу рукописи. Братья Андерсены в 70-х. 76-й год. На ферме Андерсонов царит безумие. Вопреки всем законам здравого смысла, самый опьяняющий компонент их самогона, неочищенная вода из озера Калдрон. Андерсены чувствуют себя богами. Один всё время хоть хочет и не может остановиться. Он подумывает над тем, чтобы вырвать у себя глаз. Тора бегает по полю ногишом с молотом в руке и вопит, пытаясь поймать молнию. Их песня обладает силой. Нечто древнее, пробуждающееся в глубинах, возвращается. Так вы ещё и застранцы разбудили тьму. Ладья выглядела внушительно. И вполне могла сойти за чё-то там-то. Так, что это такое? Чё за список? Читать. Трепещите перед гневом яростью. А, это у них Тор. Рагнарёк. Так, ладно. Давайте-ка... О! Батарейки. А у нас их максимум. Что делать? Куда едем? А, ломаем. Ёхка! Нормально! Это было круто! Опанки. Вот тебе и на. Чёрт! Так. Нормально. Нормально так, знаете ли, дробовик вообще прямо. И вот так вот. Другое дело. Лихо мы их разнесли. Сейчас ещё и патроны заберём. Там их очень много у нас. Снизу. Где-то тут валялись. Вот они. Так. О! Почти полный комплект. Идём. Возделываю землю очень легко. О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так. Где он там? Выжигаем! Есть! На тебе! Готов! Давайте-ка патроны заберём. Чё добро-то пропадать. Оп. 42. Нормально. Двигаем дальше. Так. Тут периодически свет бьёт. Так что, в принципе, он может сойти за источник света. Хотя не факт. Ты куда Барри делся? Барри? Ты куда? Что за хрень? Так. Нормально так. На тебе! Давай! Так. Бьётся током. На тебе! Опа-на! Другое дело. Опа-на! И ещё раз! И ещё раз! Всё! Слава Богу! Разобрались. Чё у нас тут такое светится? Ничего? Показалось? Показалось. Так. Перезарядим дробовик. И выжгем эту тьму. Вот так вот. Отлично. Хорошо. Так. Исчезла машинка. А вот куда дальше? А, вот ты где. Ты уже здесь. Ну, молодец, шустро ты. Чё я тебе скажу. Пойдём внутрь. Так, а я уже не бежать, ничего не могу. Сфокусироваться. Какой-то аппарат самогонный пнуть. Так. Стойте, чё у нас тут есть? Знаешь чё? Алла, если выберёмся живым, стану их менеджером. Этих стариков, что ли? А они там разве кони не двинули в больнице? Ну, ладно. Опа-на. Патроны. Очень и очень хорошо. Ну. Куда? Наверх? Да. Судя про дару, наверх. Открыть для баррель дверь. Ё-моё! Есть. Опа-на. Хорошо. Есть. О, хорошо. Алл, ты как? Да всё нормально, живой. Гляди в оба, ладно? Действительно. Главное, глядеть в оба. А, ещё выше. Понял. Они-то могут в любой момент где-то появиться, я так понял, да? Надо быть начеку. А чё за звуки какие-то странные? Помехи, я кажется, слышал. Здесь наверняка кто-то появится, да? Или нет? Батарейки берём. Мощный фонарик. Ещё один. Может, этому захватить получится? Нет? Да нет. Так, включить. Ну, давайте включим. Этот там всё ещё вещает. Везучий старикан какой-то попался, реально. Тут чёрт знает, чё творится. Полиция гибнет. Да вообще, практически все, с кем мы встречаемся, рано или поздно кони двигают. А этот всё ещё вещает. Так. Раз. Два. Нормально. Это куда ведёт? Использовать. Давайте. За полем виднелся дом Андерсонов. Уже было недалеко. Меня не смущало, что я полагался на болтовню двух старых маразматиков. Они были в теме. После издряного количества алкоголя. Так. Как выйти? А, пнуть. На. А как же Барри? Или он с нами не идёт? Так, давайте откроем. Ух, сколько тут всего. Нормально мы так опять запаслись всем подряд. Вон и домик. Но чувствую, мне тут спокойно не дадут пройти, да? Что за хрень? Ну, это не мыслимо просто. Ёлки-маталки! Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не вздумай буянить. Готов. Так. Другое дело. Есть. Хорош. Так. Ещё один. И давай. Хорошо. Что там у нас? Вырвался, засранец. Ну, айда сюда. Я уйму твою боль. Так. Ага. Ага. И ещё раз. Готов. Так, ну чё, я так понял, лучше сюда зайти и снова подобрать, что там осталось. Хотя, постойте. Здесь. Что у нас тут? О, а тут полный комплект всего и вся. И патронов опять. У нас. Полные карманы. Сейчас и здесь что-нибудь перепадёт, да? Молоток я взять не могу, естественно. Что это такое? А, влезть. Ну, давайте влезем. Хорошо. Где же мне открыть тебе дверцу-то, а? Это что? А. Ключик. Взяли ключик от хранилища. Так, где, где, где вход? А, всё, нашёл. Вот он. Алл, дружище, это ты? Да. Это я. Погнали. К домику, пошли. Я-мое. Так, через это, наверное, выйдем, да? Так. Я думаю, ворот придётся открывать вдвоём. Уж больно они тяжёлые. Есть. Нифига себе он плечом. Эй, кажется, это ферма. Мы почти добрались. Надеюсь, не ферма, а сумасшедший. Сумасшедший дом. Да и не говори. Тогда мы должны чувствовать себя как дома. Вальгала. Нифига себе. Всё с щитами усеяно. В стиле древних викингов. Ну чё, опять вместе открываем, да? Давай ещё одни ворота. На. Так. Что тут написано? Старые боги знают правду. Старые боги знают правду? Какие только вопросы. Свет погас. Нужно проверить предохранители. Осмотреть, что тут у нас. Свет внизу не горел. Это наверняка можно было исправить, если разобраться с предохранителями. А они у нас наверху. Что тут-то смотреть. А, ну это ихняя студия, видимо, звукозаписывающая. Так. Что у нас тут? Термос. Неплохо. А тут что? Спальная комната. Так, тогда надо наверх подняться. Давайте поднимемся. Ой, и тут ещё. Ой, термос. Нормально. Выше идём. Знаешь, это место обжитое. Я думал, Андерсены. Опа, на записку какая-то. Что-то написано. Ну-ка, давайте глянем. Тайна пропавшей недели. И снова в насыщенной тишине разнеслись к реке Элис. Я видел самого себя. Вот я бегу к дому с фонариком в руке. Я последовал за своим двойником из прошлого. Я был сторонним наблюдателем. Путешественником по времени в безумном хмельном сне. Это было самое начало. Та ночь, когда исчезла Элис. Тайна того, что именно произошло за пропавшей недели моей жизни. Вот-вот и раскроется. Так, тут гитара. Ничего интересного. Что здесь? А тут вообще закрыто. Так, тут тоже. Ничего. Ага, вот. Давайте починим. Во, нормально, свет загорелся. Музыка заиграла. Ты слышишь это? Музыка играет? Ну, конечно, пойдем на звук. Об этом послании Андерсены говорили. За ним мы и пришли. Что же за послание-то? Это же сумасшедшая дамочка, как ее там, ну та фонарная. Синтия Уивер. Точно, наверняка она. Так, прослушать запись. Ну и что у нас здесь? О чем речь? А чтоб любовь освободить, от дома ведьмы ключ найди. Это, видимо, в этой песне и заключается смысл какой-то, да, определенный? Пресветлелую леди ищи, обезумевшую в ночи. Пресветлелую леди ищи, метущуюся в ночи. Свою судьбу переверни. Ладно. Нужно найти Синтию Уивер. Переждем ночь здесь, а с рассветом вернемся в город. Пока послушаем альбомы. Ал, до рассвета еще далеко, может пока отдохнуть? Я имею ввиду напиться. Нашел время. Да ладно, Барри, это... А, горя на огнем! Концерт разыграли на все поле, давайте теперь тогда и нарежемся до посинения. Слушай, Ал, мне так жаль насчет Элис, правда. Я знаю. Дела у нас не ахти, но мы обязательно ее найдем, правда? Хоть ты и чокнутый, мать его, ублюдок, но я тебя не брошу. Что бы ни случилось, я с тобой. Потому что ты мне как брат. Я писатель, черт, точно! Если б я захотел, я бы написал за год десяток книг. И это бы были бы лучшие книги года. Не, я не написал бы. Точно не написал бы, но мог. Потому что я писатель. Что? Что они туда кладут? У меня как будто мозги через нос вылезают. Да, я вытрюшу из этих старперов рецепт и... И схолочу состояние. Мне просто ее не хватает, Барри. Я просто хочу, чтобы она была со мной. Я знаю, Ал, я знаю. Мы все вернем на свои места. Нормально. Так. Слава богу, свет горит. Тут вырубился у нас. Молодцы. Главное, чтобы свет не погас. Все. Ты что, с открытыми глазами нынче спишь? Аллан Уэйк. Так. Очнулись. Ну, че ты? Че это такое? Снится, что ли? Ага. Черт. А-а-а. То самое место в начале. Мы наблюдаем со стороны. Аллан? Аллан, где ты? Помоги. Это же самое начало. Вот я играл им. Да. Элис, я иду, милая. Я иду. Пусть я был в пьяном забытии, но то, что я видел, было очень важно. Мне явилась истина. Воспоминания, погребенные в глубинах памяти, разбуженные стариковским самогоном. Я бестелесным наблюдателем. Вернулся в ту ночь, когда мы с Элис переехали в Брайтфоллс, и когда она пропала. Теперь я наконец узнаю, что же случилось. Я вспомнил, как я удивился, когда что в доме не горит свет. Элис ни за что бы его не погасила. Так, вот мы забежали тогда. Элис? Элис? Что было? Ага, вот он выбежал. Я вспомнил, как мне показалось, будто я вижу ее силуэт под водой. Вижу, как она погружается во мрак. И сиганул. Последнее, что я смутно помнил о той ночи, это как я нырнул за ней. А потом я очнулся в разбитой машине и нашел первые страницы. Но что-то было же тут у нас, по-любому, да? Сфокусироваться. Что случилось? Я потерял ее в той черной бездне. Я, должно быть, решил, что она утонула. Вот он. Выбрался. Элис? Джаггер захватила Элис, а значит, захватила меня. Элис! Элис! Вернуться. Забавно. Вот это четко. Е-мое. Темная сущность коснулась меня. Она запустила когти мне в мозг и превратила меня в свою марионетку. Элис. Вот она. Она должна быть где-то здесь. Может быть, наверху, в кабинете? Элис? Да, она точно там. Ты сможешь извиниться. Так, вместе посмотрите над своими страхами и все забудете. Так. Элис? Ее здесь нет. А ты уже размечтался? Нет, она мертва. Она утонула. Да. Гибель твоей жены твоя ошибка. Ты виновен. Она лишь хотела помочь тебе. Хотела, чтобы ты снова начал писать. А ты убил ее. Не плачь. Надежда еще есть. Озеро Калдрон особое место. Она дарует мне силу менять реальность. Она хотела, чтобы ты писал. Я расскажу тебе, что делать. Так. И? Ты сможешь вписать ее в жизнь. Все, что ты напишешь, сбудется, и все вновь будет хорошо. Она захватила Элису и потребовала рукопись в обмен на нее. Да. 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 Я напишу. Я все исправлю. Я ее верну. Да. Блядь! Так. Нет. Это я написал. Я все вспомнил. Я писал в полной темноте. Писал целыми днями. Я почти закончил рукопись романа под названием «Уход». Джаггер была моим редактором, нашептывала, что писать, чтобы по ходу действия она становилась все сильнее и сильнее. Я думал, что спасаю Элис. Но... Хоть она и опутала меня своими сетями, но все же я сохранил какую-то долю рассудка и догадался написать про свой побег. Я приказал свету наполнить дом и освободить меня, прежде чем я закончу работу. И напишу для своей страшной истории окончание, в котором тьма поглотит все и вся. Зейн находился далеко и был слаб, но я вписал его в эту историю, и его света хватило, чтобы освободить меня. Так. Сейчас ее тут нет. Я здесь потому, что так было написано. Я принес свет, чтобы освободить ее. Поспеши. Она поймет, что я здесь. Она скоро вернется. Давно-давно она украла облик моей Барбары. Она выглядит такой старой. Так. Опа-на, а сущность возвращается. Хорошо. Я очнулся, словно с похмелья. В голове царили тьма и страх. Оставалось только бежать. Так. А тьма назад идет. Барбара. Неделя, проведенная в доме, брала свое. Я едва держался на ногах и легко терял сознание. Так вот оно что. Зейн заплатил страшную цену. Его швырнуло еще глубже во тьму, где он теперь иютился. Но он сумел ослабить темную сущность. Сумел защитить меня той ночью. И он сейчас не справится с управлением из-за того, что устал. Да. И вот он здесь и на машине повиснул. И так началась игра. Теперь все ясно. Теперь все стало на свои места. Это моих рук дело. Это я во всем виноват. Вот именно, Джеймс Джойс. Это ты виноват. И ты за все заплатишь. Здорово. Вот так вот, друзья, оканчивается данный эпизод. Вот она в чем правда. Оказывается, мы сами замутили эту историю. Сами написали все. Это все наше круг дело. Но нам нужно изменить окончание, по всей видимости. Чтобы свет, скажем так, очистил мир от тьмы. Ну все, друзья. Пришло время прощаться. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если еще не подписаны. Ставьте лайк, если вам понравилось. Обязательно комментируйте, а также заходите в группу ВКонтакте. Ссылочка снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока.